День воскресный, день чудесный, а я спешу к вам с новой историей жизни, которая сегодня без эмоций и полезной информации вас ну точно не оставит. Я вас сегодня познакомлю с человеком, который с рождения стал сиротой. Но не спешите делать выводы, потому что настрой у него боевой, и ему действительно будет что рассказать. В 18 лет по закону ему вручают ключи от квартиры в одном из престижных районов Москвы, а спустя некоторое время на улице к нему подходят непонятные люди с диалогом, что не нужна тебе эта квартира, брат. Страшный город Москва, тебе бы лучше куда-то подальше. И нехитрым путем отнимают у него квартиру. Он расскажет, как 17 лет он занимается активно благотворительностью и приходит к выводу, цитата, «Лучше волкам помогать диким, чем некоторым людям, ведь волки гораздо более благодарны тебе за помощь, чем некоторые люди, для которых он просто фантик». Подсветит очень неудобную и страшную тему, как некоторые люди, прикрываясь благотворительностью и благими делами, одиноким женщинам предлагают не делать аборты, ведь это страшный грех. «Лучше откажитесь от ребенка, подарите ему жизнь, мы возьмем его на попечительство». Детей колят и прописывают, как инвалидов, оформляют на них инвалидность, а дальше получают эти денежки, получают те льготы, которые им положены. Страшные темы сегодня тоже обсудим. Ролик очень интересный и полезный. С таким человеком, как Александр Мусин, я просто считаю необходимым вас познакомить, чтобы вы прониклись и прочувствовали его жизненный путь, с которым он столкнулся, и что встречает его в жизни, что он делает и как он размышляет. В этом сюжете нам не нужен особо монтаж, здесь самое главное слушать, что расскажет человек. Тайм-коды ждут вас в описании, но я вам рекомендую налить чашечку чая, приготовить завтрак, обед или ужин, и насладиться просмотром. Ну а после высказать ваше мнение в комментарии. Приятного вам просмотра. Знакомьтесь, Александр Мусин, 35 лет. С Сашей мы познакомились относительно давно. У Сани очень большая такая жизненная дорога. И я хочу, чтобы ты о ней рассказал людям. Я думаю, это будет интересно и полезно. Вот давай начнем сначала. Ты родился, и у тебя диагностировали, что ты инвалид. Вот что случилось? Что у тебя по здоровью? Расскажи, начни с этого. Ну, у меня эпилепсия и болезнь генгалзона. Это нервофиброматоз. Это генетическое заболевание, очень редкое достаточно. И оно в России, и вообще в мире еще не так. Где-то хорошо оно уже распространено, и знают, как с ней бороться в России, пока не знают, как с ней бороться. Поэтому у меня были проблемы в обучении, потому что заболевание очень достаточно серьезное. А в чем оно выражается? Это заболевание, которое приводит к чему? Плохо ходишь, плохо говоришь? На нерве действуют напорно-двигательные аппараты. Это всякие нервофибромы на теле, шишки всякие. И формируется лицо по мере взросления человека. Это выявлено, да, год-годжика с полтора. У меня с двигательным аппаратом были проблемы. Я сделал аппарат, это операция 23 года. То есть аппарат Резарова год стоял. Ну, потихонечку как-то на ноги вставал я. Слушай, Саня, расскажи, получается, ты родился, от тебя отказалась мама? Ну, мама была проездной в Москве, с Казахстана она ехала. Это сейчас я узнал недавно относительную информацию. Она была, были схватки, она родила и скрылась. То есть в первый же день, как тебя родили, она собирается? Ну, не в первый, в день на третий, по-моему, она уехала. Она была даже без документов, но она написала отказной, все как положено, она сделала. Ну, смотри, как бы, казалось бы, начало такое грустное, печальное, но, тем не менее, жизнь продолжается. Тебе на сегодняшний день, подчеркну еще раз, 35 лет. Вот расскажи кратенько, как это дальше было? То есть ты где, получается, Роза, в детских домах? Вот расскажи. Детский дом, по мере взросления детский дом, школа-интернат, дальше колледж. То есть, ну, как все обыкновенные ребята, что домашние дети, что мы сироты, как-то учимся, стараемся жить. Когда ты там оказывался? Ты, получается, попадал в общую какую-то группу, правильно? Там, где не обязательно, что все инвалиды. То есть вы были все вместе? Ну, конечно. Были какие-то издевки или в целом со всеми быстро находил общий язык и в целом все ок? Вы знаете, смотря в каком возрасте. Например, в школе, интернате и дедовщина у нас была, и издевательство. Потому что я все-таки инвалид, и всякие оскорбления были, и издевки там, ну, насмешки. Это все было, и от этого не уйдешь, потому что мы в обществе живем. И ребята в детских домах, они не потому, что они все такие плохие. Это социум такой, и надо было себя проявлять, поэтому на наших ребятам не начало обижаться. Они такой же, как я сказал, мы из одного котла ели и под одной крышей жили. Поэтому в любом случае мы находили общий язык всегда, и я всегда старался выделиться как-то. Тебе исполняется 18 лет, и в России есть закон, который распространяется на детей-сирот по всей нашей стране. Тебе обязаны дать жилье. И тебе вручают ключи. В 18 лет, да, вручают ключи вот в этом доме. Это 2007 год, дома тогда только построились. У тебя здесь однокомнатная квартира, 39 квадратных метров с балконом. Вот в этом районе, который, друзья, ну, я не побоюсь этого слова, вот это очень хороший, если даже можно, так сказать, элитный район Москвы. Зарисовочка, где мы сегодня находимся. Квартира располагалась на Мичуринском проспекте, это район Раменки. Неподалеку от нас Московский государственный университет. Сам по себе район вот этот очень престижный, и цены на квартиры здесь действительно высокие. До центра рукой подать относительно, но сам по себе район кратко, престижный. Обычно в наших выпусках мы ходим в гости, но сегодня у нас такой возможности нет, но зато есть виртуальная. Вот эти три дома. Я открываю квартиру. 39 квадратных метров, точно такая же квартира, как была у Александра. Ну вот, пожалуйста, такая планировочка. Кухня, комната, прихожая, балкон, соответственно. Торгуют их здесь по цене, внимание, 17,5 миллионов рублей. Безусловно, есть квартиры с ценами пониже, там 16,5 миллионов рублей. Ну вот такой порядок цен. Двухкомнатные квартиры здесь торгуются по 27-28 миллионов рублей. Это вот для понимания, что дает государство, в частности, Москва детям-сиротам. И сколько это стоит? Подчеркиваю, давали ему ключи тогда в новопостроящемся доме. Тихий, чистый, спокойный. Рядом очень много знаковых мест. Ну, красотища. Станция метро, все есть. Вот расскажи, пожалуйста, подробнее, как это было, когда тебе вручили ключи, когда ты приходишь. Ну, вспомни, пожалуйста, этот день, когда ты приходишь, не знаю, сумки свои приносишь, а вот оно твое. Знаете, первый день я в углу проторчал на кухне, потому что было тяжело осознать, что ты один. Потому что выйти из общества в одиночную квартиру, в четыре стены, можно сказать. Одно дело, ты в детском доме, там огромная территория, там вышел, столовая большая, школа, игровая, там коридоры всякие. И пространство огромное. А здесь ты, как бы, знаете, в четыре стены закрываешься. И здесь, конечно, когда еще шли ремонтные работы, строительные работы, ну, и целые первые сутки я в углу проторчал, потому что мне так было страшно. Вот. Ну, а потом как-то я освоился и пошел, и нормально все. Допустим, в регионах, вот в Москве сразу 18, а в регионах ребята ждут годами, 5-10 лет. И они там, кто снимает жилье, кто-то там женится, замуж выходит. Потому что я сам много раз подавал в суды, мы добивались сиротам в регионах квартиры. Мы, конечно, их получали с божьей помощью, но в любом случае приходилось побегать. Поэтому закон есть, но не везде он хорошо работает. Ну, отмечаем это как факт. Еще раз, друзья, наперед. Вот, чем занимает Саша, сейчас дойдем, поэтому не переключайтесь, будет. 18 лет, квартира, взрослая жизнь началась. Вот расскажи, пожалуйста, чем ты начал заниматься? Ведь одно дело детский дом, там тебя содержат, кормят, одевают. А здесь все, мальчик взрослый, надо работать, трудиться. Во-первых, тяжело ли было находить работу, что это была за работа? Вот расскажи, пожалуйста, об этом. Ну, я сразу знал, что я инвалид. В России инвалидам тяжело не то, что тут устроиться. Я знаю, какие издевки есть, и я ушел в торговлю, то есть в бизнес. У нас есть такая гостиница «Севастополь», и там много я покупал мыльных пузырей, игрушек. Потом я и медом занимался, и всякими там, чем только я не занимался. Потому что на тот момент у меня уже были два крестника, а имама проблемная, им надо было помогать. И потому что я их покрестил перед Господом Богом, перед самим собой. У меня уже в 80 лет была какая-то ответственность за кого-то. Вот, поэтому я ушел в бизнес. Слушай, а бизнес, получается, ты покупал вот эти вот мыльные пузыри и перепродавал? На Павелецкой продавал, в парк продавал. То есть я вам хочу сказать, что у меня ни разу за три года, что я занимался, ни полиция не трогала, то есть ни местная охрана не трогала. Ну, вообще никто не трогал. У меня были проблемы с местными, но я их быстро решал. Ну, спокойно достаточно работал. Потом я понял, что это тяжело пикки таскать, и здоровье не то. Я ушел в общественную и бытворительную работу. Мы тогда среди детдомовских создали эту инициативную группу. Она защитой помощи у нас называлась. И мы начали детские дома, дома престарелых, вот, выпускники детских домов. Вот, также у нас был дом Марин, так назывался. Мы там делали социальный бизнес, шоколадную еду. Ну, потом с партнерами не сработались. Ну, в любом случае у меня началась какая-то совершенно другая жизнь. Совершенно другая беготня, когда надо было делать для кого-то. То есть не для себя, как-то тебя в детстве делали, для тебя делали. А здесь надо было делать для людей, решать их проблемы, вникать в их ситуацию. Вот, и я всегда, у нас был проект, получивший помощь, помогает. То есть тем, кому помогали, они становились сами добровольцами. Но за это при этом вам кто-то как-то давал деньги какие-то? Жить-то на что-то надо? Смотри, за квартиру надо платить. Одеваться, питаться. Откуда? Да, хочу сказать, у нас у всех были пенсии, это первое. Второе, все-таки, я иногда все-таки подрабатывал. И у нас ребята все детдомские работали, всегда, кстати. Вот, второе, и все-таки тогда уже при храме были друзья, которые иногда помогали, жертвовали средства, которые с нами ездили в детские дома и в дома престарелых. Вот, мы начинали тогда проекты, то есть тренировочная квартира, вот, в детских домах, там, где дети учатся на самой собственной жизни. А всякие тренинги, которые ребята выезжали в Москву, пусть это не так много было, но все-таки у нас такие проекты были. Слушай, а ты можешь рассказать, вот, пенсия по инвалидности, это какая вообще сумма, это же, ну, не секрет, это официальная информация, наверняка? То есть, вот, у тебя это сколько? У меня 33. 33 тысячи, это вот на сегодняшний день, то есть, ну, как это правильно сказать, на весь период жизни, пока ты живешь, у тебя 33 тысячи, правильно? Ну, да. Она, типа, индексируется периодически. Ну, подняли на 800 рублей. Ну, то есть, я к тому, что все равно индексация какая-то есть, то есть, это не так, что ты вообще без копейки тебе государство дает. Я просто хочу заострить ваше внимание на том, что, смотри, ты, получается, инвалид, вырастаешь, казалось бы, ну, все, ты потихонечку можешь заниматься своими делами, живи спокойненько, но ты выбираешь путь, когда ты идешь помогать людям, и ты на это действительно тратишь очень много времени, потому что я смотрел в твоих сетях. За все те годы, что Саша занимается помощью людям, мы едем смотреть дельфинов, знаешь, что ли? Дельфинов и больших касаток. Собралось огромнейшее количество роликов, отзывов и все, что с этим связано. Дорогие друзья, братья и сестры, посадили в Парк Победы в городе Звездный, где космонавты живут и лейтут. Сегодня принял участие память нашим упавшим воинам. Если бы я вам сейчас по каждому примеру вставлял бы по 15 секунд, это получился бы отдельный бы часовой фильм. Кому интересно будет, вы легко его сможете найти, посмотреть эти соцсети, полистать, чем он занимается. Сейчас я вам на экране вывожу одну десятую часть того, что он делал. Ты и пенсионерам помогаешь, и точно так же детям, у кого ограничены возможности по передвижению, колясками, в общем, очень много. В том числе, вот мы записываем выпуск 8 апреля, время 10.34, понедельник. Завтра ты улетаешь в Крым, где ты будешь помогать 40-летнему инвалиду получить коляску. Вот расскажи об этом, что там ты будешь делать, и в чем будет участвовать твоя помощь. Мы попробуем сначала добиться от государства, посмотрим, как там вообще стоят дела. Но если не получится, постараюсь найти благотворительный фонд, который он готов помочь. Потому что я не осилю, это очень дорого. Поэтому надо будет подключить какой-то фонд благотворительный, который помогает именно взрослым инвалидам. У нас же стереотип всегда на детях, вот даже по моему заболеванию, то есть до 17 лет детям помогают, а потом уже есть проблема. И взрослые инвалиды, они вообще у нас не централизированы, не подготовлено общество к этому. То есть я постоянно вижу надсмешки, то есть у нас хорошо говорят, очень хорошо, красиво, доступная среда. И в тот год был у нас вообще день равных возможностей, но на самом деле сделано там процентов 15-20 по всей стране. Потому что я-то внутреннюю ситуацию вижу, не со стороны кабинета или бумажной работы, а ты видишь именно ситуацию, потому что ты общаешься с инвалидами, со стариками. То есть в гуще событий. Саша за свои годы очень хорошо разобрался вот в этом вопросе законодательства и с юридической точки зрения. И к тебе, например, вот в данной ситуации, я вам просто как пример привожу, обращаются волонтеры, мол, Александр, смотри, есть ситуация, где человеку положена коляска, но почему-то проволочки ему не могут дать. И ты, как бы, получаешь за свой счет, покупаешь билет, правильно или как? Да, конечно. Едешь в Крым, и там будешь завтра этот вопрос пытаться урегулировать. Но ты вот этим занимаешься для чего? Вот, смотри, казалось бы, зачем тебе ехать за свой счет туда, дядьки искать, помогать, время тратить, нервы тратить? Вот объясни свою позицию в этом вопросе. Ну, это то, что я умею делать. Каждый человек, он что-то умеет делать. Кто-то поет хорошо, кто-то актер, кто-то лечит, кто-то преподает. Вот, у каждого человека своя предназначенная ситуация, в которой он работает. То есть, я считаю, что если я это умею делать, и это могу, надо это сделать. Я не могу там, допустим, лечить человека, да? Я могу ему как-то по-другому помочь. Поэтому вот моя такая позиция. И вообще считаю, что... Всегда говорю, всегда пишу, что я курьер добрых дел. То есть, моя вот такая позиция, что именно курьер. Потому что все, что я делаю, это все благодаря людям. Но, к сожалению, большому люди попадаются абсолютно разные. И сейчас я не побоюсь этого грубого слова. Давай поговорим немножко о паскудах, которые попали в твою жизнь. С которыми начали с тобой общаться серии о какой ты хороший, какой ты классный. Давай вместе, мы все будем вместе помогать людям. В каком году у тебя отняли эту квартиру? Ой, сейчас где-то в 2018 году на меня вышла многодетная мама Наталья Патока. Получается, в 2018 году ты знакомишься с некой Натальей Патокой, которая являлась, как ты считал, многодетной матерью. Замужем она находится. То есть, семья, все полноценно. Так еще и женщина занимается благим делом, благотворительностью. А какое основное направление было? Чем она помогала и кому? Ее основное направление, что меня, глубина души, задело, это отговорить от абортов несчастных женщин, которые либо попали в домашнее насилие, которое сейчас у нас, к сожалению, распространено в России, которые попали в трудную жизненную ситуацию, либо оказались там из другой страны. То есть, женщина вообще попадает в разные ситуации. И бывает, она находится, психологическое давление на нее оказывается, физическое давление. И она иногда как в вакуум попадает, как мы, сироты, попадаем в вакуум. И не знаем, где выход. А на самом деле, если есть выход, есть и выход из любой ситуации. Вот я думал, что она помогает найти тот выход этим несчастным женщинам, в которые они попали. Ну и таким образом, вы с ней познакомились, начали общаться. Она занимается благим делом, ты занимаешься благим делом. И чем вы вместе начали заниматься? Вот что вы вместе делали? Можешь какие-то примеры привести? В детский дом мы поехали, ездили, в дом престарелых. И мы настолько близко общались. Я скажу случай, когда я сидел в театре со своей девушкой. И ее дочь выходила замуж. И ее с дядь, будущий, попадает в беду. Хотя он тоже из многодетной семьи. Я бросаю все дела, еду в толпов, нанимаю адвоката, вытаскиваю из этих проблем, чтобы их не свадьба состоялась. Вот насколько я был впечатлен этой семье, что я свою, можно сказать, бросил. Девушка до сих пор на меня обижена, ее не заблокировала. То есть я ее оставил, побежал спасать совершенно чужих мне людей. А что у него случилось? Я просто думаю, людям будет интересно, что это за проблема была у него? А он, знаете, дурак малолетний, 21-летний взял и треножку камеру сбил специально и уехал. Который вдоль дороги стоит? Ну да. А то есть остановился, такой некий протест. Официально это сделал, это молодой человек, но ветер этот, Леня его зовут. Поэтому вот взял, наехал и уехал. Ну то есть самое главное, что, знаете, никто не пострадал. То есть конфликт произошел, я думаю, вы многие видели в интернете. Люди протестуют против вот этих тренок, которые частные камеры бывают и так далее. Смотри, у нас история из жизни очень длинная, поэтому фильм с тобой мог бы получиться на 5 часов, а то и более. Давай постараемся сжатенькой по существу. В какой-то день, с 2007 года, я напомню, ты начал жить, вот где? Вот в этом доме, правильно? Какой у тебя этаж? На третьем этаже. Первый, второй, третий. Где кондиционер висит? Нет, вот где балкон, вы видите, вот посередине. А в какой-то момент, посмотрите, к Саше приходят бандиты. Не кто-то там, а бандиты. Как это было? Что это произошло? Ну-ка, расскажи. Ну, мне кажется, что это Осетина. У меня тогда был доброволец, тогда был Максим, сейчас уже Алексей. Вот, и он меня обычно подвозил, и вообще обычно он меня всегда провожал до квартиры. А здесь я сказал, Макс, я еще пройдусь, там зайду, фруктов куплю. Вот, я говорю, ты езжай, я сам дальше. Вот, и он уехал, и ко мне как раз подошли двое осетин, подозвали. Я сначала, может, поговорить хотят. Я к ним подошел, они мне начали говорить, мы, говорят, про тебя все знаем, ты инвалид, у тебя куча заболеваний. Все, тебе надо, Москва, захламленный город, тебе еще в Москве нельзя, опасно жить. Вот, тебе надо жить, вот, где-нибудь коровку выращивать, козочек, курчик. То есть, как бы они это сделали в такой, в некой такой доброй форме, но с намеком на то, что, Саня, давай-ка за город. А мы тебя будем защищать. Я-то, понимаете, я на самом деле испугался. Я знаю историю своих ребят, которых мы вытаскивали из каких-то там передряг разных. И даже это и СМИ озвучивали там, в России один, неоднократно. Мы возвращались в сиротские квартиры. Такое вот просто частенько, да, происходит между сиротами, что приезжают люди и начинают вот запугивать. И смысл заключается в том, что предложение следующее. У тебя квартира на Мичуринском, условно там стоит в 20 миллионов рублей, а тебе предлагают домик в деревне, в лучшем случае за миллион рублей. И все довольны, и все классно, руки пожали, расход, правильно? Да, да. Я действительно очень испугался, потому что у нас одна девочка и еще двух мальчиков мы уже ищем 10 лет. То есть пропали без вести? Пропали без вести, а квартиры вообще на других людей переписаны. Одному нам удалось вернуть государству, и она опечатана, девочка, и в розыске просто, ее нет уже 10 лет. У нас так много сирот пропадает, к сожалению. Что происходило дальше? Кому ты пошел обращаться за помощью? Как развивались события? Ну, я вызвал полицию в этот же вечер, и позвонил еще одному знакомому свое, и приехала группа «Быстрое реагирование». То есть у меня такие люди есть. А мы, они обошли весь район, то есть посмотрели и камеру зашли в ОВД, посмотрели. То есть на тот момент они видели, что действительно кто-то ко мне подходил, но не было никаких там, даже ни рукоприкласса не было. Настолько все было грамотно. Я потом понял, спустя годы, что это было тонкое психологическое давление. Знаю, видно, они меня, видно, изучили за какое-то время, что это было такое психологическое небольшое давление, что просто меня подвести к какой-то ситуации. А с учетом, что можно сколько угодно хракориться, считать себя героем, когда это касается лично тебя, ты немножко начинаешь бояться. Когда ты защищаешь кого-то, ты не боишься. Далее, ты обратился к этой Наталье, правильно? Или как? Или она узнала о твоей проблеме? Потому что с ней очень много связано. Она позвонила, сказала, что у меня такая ситуация, на что она мне сказала, Саша, ну мы-то вместе, не переживай. Я говорю, ну давай временно перепишем квартиру. Если вдруг со мной что-нибудь произойдет... Это ты ей предложил? Если вдруг со мной что-нибудь произойдет, пусть квартира достанется твоим детям. Сейчас, стоп, стоп, стоп. То есть я правильно понимаю, что одна встреча с неизвестными людьми, тебя так, на тебя так повлияло, что ты начал искать в своем окружении кого-то вот близкого человека, и этим близким человеком была вот эта Наталья, которая на секундочку сейчас находится в СИЗО. И ты сам ей предложил переписать на нее свою квартиру. Правильно я понял? Да. А она тебе что сказала? Да, давай. Давай, и мы сделали договор купли-продажи, я ставил расписку. Но в договоре все-таки был пункт 9, что после продажи я остаюсь там быть прописанным и пользоваться этой квартирой, потому что сделка была изначально эффективной. То есть никаких денег я, естественно, не получал. Но это была небольшая моя страховка. А сколько вы по договору прописали сумму? 8 миллионов мы прописали. Это 2020 год, 8 миллионов за такую квартиру? И когда нас даже в рел-палате, они сразу пропустили эту сделку. Цена типа низкая? Цена низкая, во-первых, расписки никакой не было, и не было этого 9-го пункта. И мы договор переделывали. И через какое-то время она у меня подъехала, говорит, Саша, мне нужен твой паспорт. У нее была моя доверенность, потому что она вообще мои финансовые дела даже вела. Насколько я доверял? Вот, допустим, у меня был участок земли, мне женщина подарила, Людмила. Я его продал и вложил деньги в детский дом. Сделали там тренировочную квартиру для детей, где они учатся самостоятельной жизни. И я всегда так, когда у меня что-то есть, я стараюсь это не держать. Потому что, знаете, какими пришли, такими уйдем. Ничего с собой. Я всегда говорю, в горах у карманов нет. Слушай, а после этого еще раз кто-то приезжал к тебе? Или это была единичная разовая встреча? Это была единичная разовая встреча. Представляете, как вы просто вдумаетесь, как на самом деле можно на людей влиять? Вот мы сегодня слышим огромное количество историй, когда человеку звонят по телефону. И он просто, ходя с трубкой телефона, выполняет какие-то команды. Все, что угодно может сделать. То же самое. На самом деле, как это сильно. Вот это нейролингвистическое программирование. Как можно человеку мозг перестроить. Что одна встреча с непонятными дядьками повлияла на человека так, что он от страха сам начал искать возможности, как спасти свою квартиру. Так в итоге, ты с ней уже был знаком длительное время. У тебя не было вообще в отношении никаких подозрений. Далее, она приезжает, просит у тебя паспорт для того, чтобы что-то там сделать. Что она тебе сказала? Зачем паспорт? Паспорт ей надо для того, чтобы якобы какую-то мне выплату дополнительную получить. Мне нужен был тогда компьютер. Как инвалиды, год обращают либо компьютер, либо холодильник покупают, либо стиралку. Ну, я компьютер просил. Она говорит, давай, нужен паспорт, нужен инвалид на этого. Я ей все документы дал. Я даже не сразу заметил, что у меня поменялась прописка. И она сразу убрала этот девятый пункт. То есть она у тебя забирает паспорт, меняет договор. Там уходит этот пункт, на основании которого он имел право проживать в этой квартире. А потом еще в паспорте у тебя получается так, что ты там больше не прописан. Смотри, тебя выписали, а куда тебя прописали? К себе. Она прописала на другую квартиру. А эта квартира где находится? Она на Политарском проспекте. Вот, друзья, а здесь ловкий ход. Потому что прописка, то, что ты там прописан, ну прописан и прописан. Никакого отношения и никаких прав ты на другую квартиру не имеешь. Нет, нет. У некоторых бывает заблуждение, что я прописан. Если я прописан, то со мной должны считаться, мне должны дать денег. Хрена тебе могу дать. Ты там можешь, конечно, поднасрать людям, когда они продают квартиру. Но в целом ни копейки тебе не положено. Ты об этом прекрасно знаешь. Да, конечно. И что происходит дальше? Дальше мы... Я даже не знал, что я прописан на другом месте. Но мы дальше сотрудничали, работали. У нас был приют. Эта квартира сдавалась. Деньги шли на аренду дома. Стоп, стоп, стоп. Эта квартира сдавалась. То есть ты, получается, уже перестал здесь жить, что ли? Я переехал на свой добрый склад. Ага. Там, туда, куда мы сегодня еще переместимся. То есть у тебя есть в аренде склад, ты оттуда переезжаешь, а эту квартиру вы начали сдавать в аренду. Да. На длительную аренду? На длительную аренду, потому что... Это что решение было? Это было наше общее решение, потому что мы тогда открыли приют, кризисный приют для женщин, попавшей в трудную жизненную ситуацию в поселке Молоде. Не Молоде, а Красные холмы. Через какое-то время ко мне... И я постоянно туда приезжал, повезел продукты, жертвовал денежки, люди жертвовали. И через какое-то время моя коллега Алена мне говорит, Саш, что-то здесь нечистое. А ты с ней просто это обсуждал, какую-то тему поднимал? Да, потому что мы вместе делали с этой вот Аленой, она ремонтными занимается, мы делали бабушке в Рязани с тремя внуками ремонт в квартире. Это был достаточно длительный проект, дорогой проект, и мы просто решили помочь бабушке, которая воспитывает одна из трех внуков. У нее дочку в тюрьму посадили, и мы помогали. Я об этом много писал, я об этом ей кредиты брал, мы совместно закончили этот проект. Вот. И она мне говорит, Саш, я с Натальей твоей познакомилась, дело в том, пока мы делали этот проект в Рязани, у меня произошел еще инсульт. То есть я еще восстановился, где-то полгода восстанавливался. И она мне объясняет, Саш, ты понимаешь, что-то здесь нечистое. Я говорю, ну, а я еще, ну, да хорошая женщина, ты что, ты что на хороших людей наговариваешь? Я вот так вот думал. Ты защищал? Да, конечно. И она пошла в ОФЦ и запросила все документы на этот дом. Вы знаете, когда я узнал, что я плачу не аренду, а ипотечный кредит за Наталью Патока, здесь я был в шоке. Вы знаете, у меня такое ощущение, что меня убили. А вот теперь давай к кульминацию вот этой истории, развязку. Это Наталья Патока, я вам вывожу на экран даже статью, которую ты мне прислал, про это писали официальные СМИ наши. То есть это не какая-то скрытая информация, что об этом никто не знает, этим вопросом действительно люди занялись. Оказалось, мошенницей. И вот расскажи, в чем заключалась ее мошенница, что на самом деле делала она, по крайней мере то, что известно на сегодняшний день. У нее есть подруга Юлия Логинова, они незаконно делали усыновление. То есть есть статья о продаже детей. То есть кто хотел отказаться от детей, они оставляли детей к себе. Можно сказать, с какой-то стороны дело хорошее. Спасение жизни. Как это просто законы и незаконны, это сейчас следствие разбирается и комментировать не буду, аж идет следствие. Но факт в том, что вот смотрите, ситуация какая еще. Я помогаю старикам, понимаю, как они, многие работали. А вот они приехали из Камилинской области. Она по документам инвалид первой группы и получает пенсию. Она, Наташа Патока, здоровая женщина, она по документам лежачая, инвалид первой группы, а получает пенсию достаточно 40 с лишним тысяч рублей. Вопрос. У меня старики, которым я опекаю, работали много лет, и у них 15 тысяч рублей в регионах, а у нее почему-то 40 с лишним. Короче, получается, она что-то махинацией делала с документами раз. Хитрым способом, вводя в доверие, она, получается, забирает эту квартиру, переписывает она эту квартиру на своего сына. Да. Два. Сейчас эта квартира сдается посуточно в аренду. То есть она на сыне, правильно, квартира сдается. Но при этом нету не такого, что все закрыли глаза. То есть вопрос сейчас в подвешенном заемном состоянии разбирать следствие. Потому что Наталью задержали. Как долго она находится в следственном заряде? С октября месяца она находится. С сентября прошлого года. С октября. С октября прошлого года Наталья находится под следствием. У тебя, соответственно, на сегодняшний день своего жилья никакого нету. И ты проживаешь на складе, который ты брал в аренду. По какой цене? Ну, 30 тысяч оплачиваю. 30 тысяч рублей в месяц человек платит за аренду склада, который изначально подразумевался как раз как склад. Все различные добрые дела, которые ты делаешь. Давайте проще сделаем. Мы сейчас туда переместимся, и ты нам уже там детально все это дело расскажешь. Итак, мы перемещаемся на следующий адрес. Ялтинская, 14. Здесь ты проживаешь, здесь у тебя склад. Да. Ну что, пойдем посмотрим, как у тебя выглядит быт. И то есть здесь ты на постоянке, правильно? Утром, днем, вечером. Как бы это было сказать... Вмещение в командировке. Сегодня твой основной дом, правильно? Да. Он уже много лет здесь. С жителями что, познакомился уже? С кем-то общаешься? Ну, жители многие поддерживают. Есть, конечно, и проблемы. Это старенькая бабушка, но она советского уклада, КГБшница бывшая. И что она тебе, подозревает тебя в чем-то? Нет, она уже и ФСБ на меня, и префектуру, и управу. Вот, и все возмущается, что меня никто не может ни сюда убрать. А что ей не нравится? Уже префект даже приезжал у круга. Вот, поэтому не нравится ей. Я сразу просто предупрежу, тоже дверь открыта, потому что Саша только что заходил. Собственно, это некое какое-то коммерческое помещение, которое изначально при доме предозначалось под штут. Возможно, здесь должна была быть какая-нибудь парикмахерская, либо там аптека. Ну, в общем, друзья, коммерция. Но здесь у Александра изначально предусмотрен склад. И, собственно, пока что он здесь проживает. Сейчас нам Саша все это покажет и расскажет. Заходим, смотри, первое помещение. Ну, расскажи, что у тебя здесь вообще, что ты здесь хранишь? Ну, здесь сейчас готовится как раз поездка в Задочный Крым. Потому что я кое-что с собой заберу для многодетных раздам, детский дом кое-что передам. Памферсы для стариков, кстати, для которых мы опекаем. Недавно отсюда, причем полупустой, потому что мы в Липецк вывезли одежду и канцелярию для Липецка. Вот ко мне регион обращается, и поэтому приходится помогать. А как ты это повезешь? Ты, например, когда уезжаешь, ты же на поезде поедешь или на чем? Поезде там, да. Что-то с собой возьму, а что-то сегодня транспортной компанией отправим. Здесь у меня, кстати, и туалеты, и ванны есть. Можно, да, посмотреть? Да, конечно. Так, друзья, включаем. Ну, посмотрите, все с разрешения Саши, просто для понимания. Здесь полноценная ванна, душевая, все как положено. Вон тазик, постирочные вещи, ну и так далее. Далее туалет, ну, ага, лампочка только, а, вот горит все. Короче, все чисто, все аккуратно, все вещи развешиваю, человек, и так далее. У тебя получается живое пространство, здесь мы раздуваемся, правильно? Не, не надо. Не надо, точно? Не, не надо. Проходи, заходи. Здесь живет мой помощник Игорь, он здесь уже пятый год у меня, человеку идти некуда, вот, он одинокий, достаточно взрослый человек, он здесь живет, а я живу в той комнате на раскладушке. Короче, смотрите, друзья, это что-то типа, ну, вот, помещение коммерческое, но предназначено точно так же для жизни, электроплита, кухня, окно есть, там точно так же можно поставить раскладушку, то есть ты каждый вечер ее разбираешь, кладешь и туда, пожалуйста, помылись. То есть вы здесь вдвоем каждый день, а сейчас он где, Игорь? Он поехал по моему поручению, письмо подвез, мы ищем, кто на куличи пожертвует, Наташа, для стариков. Давай так, подведем здесь финал, вот на момент сегодняшнего дня, 2024 год, какие вообще, вот у тебя наверняка там юристы есть, которые тем вопросом занимаются, 2024 год, какие вообще у тебя перспективы по возврату этой квартиры, расторжению сделки и возвращению обратно? Дело в том, что суд будет длительный и долго, и мы, у меня написано заявление в ОВД, у нас был отказ в возбуждении уголовного дела, потому что сделано все очень грамотно, все очень чисто, видно, ее профессионалы консультировали. Дело вернули на доследование и на повторную проверку, прокуратура сочла, что отказ в уголовном деле необоснованно, поэтому ОВД вернула прокуратуру обратно. Как только меня, даст Бог, признает потерпевшим, мы обратимся в суд, и сделано со мной стороны много ошибок, то есть, я человек же не святой, и все равно есть, и у каждого у нас есть, знаете, свои скелеты в шкафу, я так говорю, вот, главное, какие-то скелеты. Вот здесь очень хорошо, что ты осознаешь со своей стороны тоже ошибку, да, что как бы тебе нужно было, естественно, проконсультироваться с кем-то, пообщаться. Но опять же, друзья, Саша к ней очень хорошо относился, было огромное доверие. И в данном ключе, даже вот если, предположим, мы сейчас бы, у нас была возможность пообщаться с Натальей, она вполне возможно могла бы сказать, я, да я для него столько сделал, вот, ее позиция, да, она запросто может такое сказать, я для него столько сделала. Он сам попросил, он сам сказал, мы ему на самом деле деньги давали, а сейчас он говорит, что все такого не было. И вот здесь, знаешь, возникает спор, ты говоришь, что такого не было, она говорит, а такое было, и вот здесь, собственно, следствие должно разбираться. Поэтому, ну, понятное дело, я там не думаю, что ты обманщик, но в тот же момент, я не судья, как говорится, когда ситуация разрулится, ты нам напишешь какой-то финал. Дело в том, что я так скажу, что на сегодняшний день у меня в банке взяты все переводы, на ее счет было переведено, на наш общий приют, на помощь дедушке, которую мы опекали, 2,5 миллиона, на общие наши проекты. Я не говорю, что мы помогали друг другу, понимаете, она мне где-то помогала, я ей, у нас были общие дела, у нас были общие проекты, потому что мы занимались одним общим делом. Слушай, ну, при этом она же реально помогала, получается, людям, то есть это не так, что она прям всех обманала, она многому помогала, то есть это есть. А ты после вот этой ситуации, когда узнал, что ты прописан в другом месте и так далее, тебе же какой-то день вообще сказали, что, Сань, ну-ка, давай-ка сюда больше нос несу, ты здесь свободен. Как это было? Ты с ней диалог-то вел, она тебе что сказала? Я ее вызвал к себе в офис, и объяснил, Наташа, я знаю, что квартиру, ой, дом, я это, я плачу ипотечный кредит, я тебе не собирался ипотеку оплачивать. То есть одно дело, если бы ты мне сразу об этом сказала, я бы об этом знал, да, я бы, я на самом деле был бы не против, если бы мы взяли дом, потому что одно это дело, плачешь арену, другое дело ипотеку. Естественно, когда за свой дом приятнее платить, но тогда бы у меня и договор был бы совершенно другой с ней, да, мы бы дом тогда оформляли бы напополам, вот. Но какие-то другие вообще разговоры бы были. А когда там делаешь, что там, ремонт и вкладываешься в этот дом, ищешь людей, которые, кто-то, он одна женщина сделал крыльцо там, понимаете, бесплатно. А дом, еще раз напомню, он где был и для чего? Красные холмы, я сейчас вспоминаю, поселок Красные холмы. И вы его покупаете этот дом для чего? Врали в аренду. По документу у меня даже есть договор. Ты думал, что он в аренде, а он на самом деле был куплен на нее и просто платил из ипотеки. Да, я просто платил ипотеку, понимаете, но это на самом деле предательство. А в доме-то что происходило? А там жили женщины, которые попали в трудную жизнь в ситуацию. А, все, вот, вспомнил. Дом подальше от Москвы, в деревне, оформленный на человека, который проходит по уголовному делу, как человек, занимающийся торговлей детьми. Страшно представить сейчас, что на самом деле вообще происходило в этом доме, где жили женщины, попавшие в трудную ситуацию. Беременные. Не надо делать аборт, не отказывайтесь. Ребеночка лучше выносить, а мы о нем потом позаботимся. И когда ты с ней вот этот вопрос поднимаешь, она тебе что говорит? Мы с ней говорили, говорит, Наташ, я не хочу с тобой больше никаких дел иметь. Я не знаю, что происходит в приюте. Для меня это загадка, потому что непонятно, зачем каким-то людям, этим женщинам, говоришь про меня какие-то непонятные вещи. Таше, мы еще партнеры, если есть какие-то у меня ошибки, давай со мной это обсуждать. То есть, если что-то сделал не так, я у тебя прошу прощения, но это надо было обсуждать. Естественно, какие-то ошибки люди совершают, но это надо обсуждать тет на тет. Не обсуждать это с подопечными, это вообще неправильно. Я это и сказал первое. Я говорю, я хочу, чтобы ты деньги с квартиры, с аренды отдавала мне теперь. Я от проекта приют ухожу, и мне квартиру, пожалуйста, верни назад. Она мне сказала, хорошо. И более того, я сказала, Наташ, верни мне все деньги, часть денег, которые я тебе давал. Она, естественно, мне в два этапа часть денег вернула. Это было 200 тысяч и 300 тысяч. Те, которые я ей давал платить деньги за ипотеку. И это не все. Из двух миллионов, которые было выплачено совместно с этой квартирой, я переводил денежку. То есть, денег-то я много ей давал. Потому что она три года сдавала эту квартиру, и этими деньгами с этой квартирой покрывала свою ипотеку. Это большая сумма. И если это тебе большая сумма, она дала только часть. По поводу квартиры она тебе что сказала? Она мне сказала, вернёт, вернёт. Мы с ней договорились. Я ей стал задавать вопрос, когда мы поедем в МФЦ. Через какое-то время приезжает ко мне курьер и привозит пакет документов. А там написано, что квартира оформлена дарственная на своего несовершеннолетнего сына. И на этом типа финиш? И на этом финиш, да. Это в каком году плюс-минус можешь вспомнить? Месяц? Это 2022 год. 2022 год происходит дарственная, а Наталью задерживают в октябре 2023 года. А её задержали? Кто-то заявление писал, как это, на основании чего? Это уже, её взяли как соучастника. Взяли одну женщину, её подругу Дюлю Луганову. Нашли у ребёнка в крови препарат. Да, это многодетная мама. С учётом, что это многодетная мама, все дети якобы инвалиды. Сейчас прошли уже экспертизы, доказано, что большинство детей здоровые. Но это такая махинация, знаете, группировка такая. Мы делаем детей всех инвалидами, зарабатываем колоссальные деньги. Многие это не понимают. Это большие деньги. Это помимо пенсии. Это люди получают... Вот, допустим, они купили коляску, они получили возмещение. То есть, это большие, на самом деле, достаточно деньги и большие льготы. То есть, если люди думают, что это не такие большие деньги, это большие деньги. Офигенно. Одно дело, у тебя два ребёнка инвалида, а другое дело 15 детей, и они все инвалиды. То есть, это большие деньги. То есть, это просто если считать, и естественные расходы у таких семей, многодетных, большие. Но всё равно это бизнес. Мне так хочется сказать, я когда верну себе квартиру, я буду помогать животным. Животным? Вместо людей? Да. Люди, то существо, что никогда не благодарны. Сколько ты за годы сделал всего, мне никто ничего спасибо не сказал. Мне единственное, кто спасибо говорит, это детдомовский Юра, Кассик, которая сейчас замуж вышла. И Вероника с Викой, это дети моей супруги бывшей. И вот Семён, это тех, которые ты много времени, ты их любишь, они тебя любят, но это родные. А большинство, знаете, на меня смотрят, как на сырьё. Как бы обобрать, как бы обмануть, и как бы побольнее уколоть. И то есть, за всё то время, что ты делал людям, то есть, пока не нужна помощь, они помоги, помоги, спасибо, спасибо. Как только ты помог, уже чём пока. Знаете, фраза такая, конфетку съел, а фантик нафиг выкинул. Офигеть. Это вот, я от этого устал. Я от этого устал, что на тебя смотрят. Вот ты делаешь боготворительную ёлку. Я два года подряд делал боготворительную ёлку в городе Кулебаки. Дети разные приходят. Смотришь на этих деревенских детей. Когда есть большие толпы, и бегит маленькая девочка, 7 лет, да, и она бежит, она счастлива, что не то, что ей подарок там какой-то дали, да, я потом быстренько дал указание купить хорошую куклу, мне её быстренько привезли. И она настолько рада. Её глаза, у неё эмоции, она никогда в жизни на празднике не была, она салюта не видела, она никогда ничего не видела, этот ребёнок. Или это вот другая эмоция совершенно, но это из всего потока, там 530 детей, да, из 530 детей один ребёнок, а мужик, награден папа, 50 подарков взял и украл. Благо, что у меня всё было, ну, в Дом культуры был полиция окружён, и он не вынес это, его, ну, сразу его поймали. На выходе несёт коробки, его полиция останавливает, и куда несёт, что это такое? Это подарки. Сколько у вас детей? 5 детей. А почему у вас куча подарков? Его сразу, это, наручники на него надели, и всё. Серьезно, это получается, дядька пришёл на праздник благотворительный, дядь? Да, его... Ему и так бесплатно по одному, на каждого ребёнка 5, а ему 50 надо. Ну, полиция его арестовала, ну, запрали его прямо, там уже... Дело в том, что я очень серьёзно за ним отношусь к безопасности. Вот, вот ситуация в Крокус-Сити, да, произошла. У меня, допустим, праздники, у меня много праздников проходят, у меня всегда полиция, дополнительная охрана, я её оплачиваю, это первое. И всегда кинологи с полицией проходят. Офигеть, это ты заранее так всё время? Заранее, всегда, это касается детей, это касается взрослых. То есть это ты тоже за свой счёт правильно делаешь? Ну, понимаете, опять же, полиция, там, насколько я знаю, там заранее обращаешься, администрация может... Я пишу письма, грубинатору и так далее. Но вот у меня вот ёлки проходят, у меня в кольцо взят весь дом культуры. То есть у меня, допустим, ОВД, все сотрудники ОВД находятся на этой ёлке. Вот тебе и Саня, блин. Саня, блин, забалуешь, по полной программе. Друзья, вот сейчас вы просто-напросто офигеете. Вот Саша обронил фразу, что в дальнейшем лучше уж животным помогать. Мы сейчас пока передвигались, он в автомобиле рассказал несколько историй, которые я хочу прям подсветить. Вот расскажи, пожалуйста, историю про волков, про Кая и Герду, про диких животных, настоящих волков. Лет 15 назад мы в Ярославской области, ну, были в небольшом походе, ночная рыбалка у нас была. Обнаружили раненую волчинцу, и там совсем маленькие два волчинка, они ещё полуслепые были. Они какое-то время у нас жили, у меня жили на Мещулинском, когда я там ещё жил. Вот, но я совсем ещё молодым был, то есть мне лет 20 было, вот. То есть один жил у меня, другой волчонок жил у моей знакомой, ну, и потом она немножко, когда приболела, у меня два волчонка были. Когда они стали расти, было принято решение, что это всё-таки животное, это не собака. И соседи стали замечать, что, ну, консервшка сказал, Саша, ты, говорит, животное, это дикие, ты их это отдай. Мы нашли возможность полушку области их отвезти. Они живут сейчас в большом, огромном, там, варьер у них есть. Ну, Кая уже нет, у Герда осталась. Между прочим, Герда уже стала два раза мамкой. Она с собаками... Ну, в силу возраста, правильно, уже умер? Да, 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 ну, 15 лет он прожил. Вот. И когда я приезжал, достаточно не так часто, а очень редко приезжал, вот. Бывает, раз в год, бывает, через два года как-то приезжал. И вот они, у них, это социальные животные, у них память нюховая очень длительная. И вот там по запаху они меня узнавали, готовы были вот эту клетку, просто прыгали от счастья. Вот. Поэтому животные мои, я понимаю, что самые благодарные благополучатели, это животные. Вот. Друзья, вы представляете, тут на самом деле, я частенько от вас в комментариях видел, что зачастую дикие животные, домашние животные гораздо лучше и благодарнее себя ведут, и даже более человечнее, чем сами люди. Люди так, тебе не рады были, да, там некоторые, кому ты помог. Помог, и все, до свидания, фантик, блин. А тут волк дикий, вот он просто так еще на эмоциях первый раз это рассказывал, говорит, просто прям вот, хотел обнять меня, волк, блин. Слушай, ну ты на самом деле, я тебе так скажу, ты деловитый. То есть, как бы не деловой, это деловое, оно больше такое, да, там, типа, деловой. А деловитый, это человек, который при делах знает, что ему нужно делать, заниматься каждый день, какими делами надо. Вот расскажи нам, пожалуйста, какой у тебя кратко день проходит. Ты просыпаешься там, ну, как мы выяснили, плюс-минус там в 7-8 утра, и что ты в течение дня делаешь, когда ты находишься в Москве? Ну, большинство это отправка писем в какие-то организации и работа со своими подопечными. Это каждедневные разговоры с Анной, инвалидом-колясочником, с Юрой-сиротой, с Виктором, вот, с подопечными пожилыми людьми. Есть деловые звонки, то есть, и переговоры, или подготовка к какой-то поездке. Но тебе это доставляет удовольствие, или ты уже немножко перегорел от этого? Сейчас, потому что не могу же я от людей выкинуть. То есть, надо до конца с ними довести, то есть, потом куда-то их надо будет передать, в какую-то организацию, кто дальше ему будет заниматься. Но об этом пока говорить рано. То есть, у меня пока еще есть силы. В процессе общения с тобой, я знаю, что ты был ранее женат. Но жена от тебя ушла, но ушла не просто так, а с такой интересной подводкой. Что она тебе сказала? Она сказала, Саш, мне на тебя так жалко, ты нужен всему миру, но весь мир я с тобой делить не готова. Потому что мои дети тебя называют отцом, папочкой, любят тебя. И особенно младшая Вероника. То есть, мы не готовы, говорит, тебя постоянно ждать в командировках, что ты там бежишь постоянно на бразуру. То есть, какое-то время ей это нравилось. Она сама везде ездила. То есть, она получала от этого удовольствие. А потом поняла, что ей нужна спокойная семейная жизнь, ей нужен мужчина, который не бегает туда-сюда. Слушай, а еще интересная ситуация, что у тебя сейчас есть, ну, скажем так, как ты называешь, сын, с которым ты познакомился, когда ему было 9 лет. Вот, короче, друзья, в силу того, что Саша занимается добрыми делами, у него одна история хлеща другой с точки зрения того, что просто можно офигеть от того, как люди относятся друг к другу, и уж тем более к своим детям. Пацану было 9 лет, его приводят, и просто, он говорит, его отдали, как какую-то куртку. Типа, знаешь, вот ты куртку отдал, вещь, на, носи до нашего, и все. Малый вцепился в твою руку, и просто отпустить руку его не мог. Вот он ходил с ним, вы в зоопарке, да, в этот момент были? И просто держал его руку, вот так вот, вцепившись. Садик говорит, мол, смотри, лошадка там поголодить, а он что тебе сказал? Он говорит, я боюсь, что меня вы оставите. Представляете, как вот ребенку детям психику просто ломают, то, что вот ему сказали, вот этот человек будет тобой заниматься, и просто он за первого попавшегося, но не знал даже. Не знаю, дело в том, что, знаете, мы с ним куда-то идем, а он мог к нам в туалет сходить раз 10 за в течение полчаса. Я понимаю, что он в туалет не хочет, но у него вот это настолько была нервная ситуация, что ребенок нож мог хватать. И мне вот бабушка его рассказывает, и там другие, говорит, Саша, он как-то в тебе кого-то нашел? Я редко езжу, конечно, к нему, вот. Но то, что он меня зовет, это папа Саша, у меня на самом деле несколько ребят называют, и девчонок папой для них, да, у них нет папы, они не видят. Я хочу сказать, даже этот ребенок как-то, мы были на Волге, мы шли с его бабушкой, и кто-то там из других детей то ли меня как-то обозвал. Сам это я не слышал, это потом уже по факту стало известно, когда уже родители к нам подошли, а Семен подошел и просто в глаз дал. За тебя заступился. Ну, я говорю, Семен, не надо, он говорит, а мне не понравилось, как он показывал, а там кто-то спародировал меня. И пальцем показывал, Семен-то увидел. А мы-то пошли с его бабушкой вперед, а Семен развернулся в глаз дал и пошел за нами. Поняли. А мы когда уже на пляже расположились, к нам подошел отец этого ребенка, и он просто спросил, за что ребенок ударил. Он, и Семен сказал, вы знаете, я, говорит, у меня причина. И Семен рассказал этому отцу. Благодарозумный отец молодец. Он развернулся, извинился и сказал, вопросов нету, и ушел. Ну, и этому ребенку, который издевался, я думаю, там тоже пару ласковых слов прилетело. Сань, давай сделаем с тобой некую такую подводку. Сань, вот 17 лет ты занимаешься благодворительностью, добрыми делами. Мы едем, Саше звонят, он содержит и стариков. Обедами, да, ты там людям помогаешь. Вот смотри, давай посчитаем. У тебя сейчас 34 тысячи, эта пенсия тебе падает. 30 тысяч ты отдаешь за склад, куда мы сейчас пойдем. Какие у тебя еще есть расходы, кому ты помогаешь? Сколько у тебя вообще в месяц уходит? Мама с ребенком инвалидом. В кулебаках я снимаю ей жилье, потому что она на коляске, у нее сохнет мозжечок головного мозга, и она воспитывает одна девочку. Я им создал условия. Потому что они в общежитии, где не было ни туалета, ничего. Когда увидел, я был в шоке. Но, знаете, такая ситуация. Вот когда ты начинаешь, маленькая девочка, ой, такая лапочка, такая симпатичная, надо помочь. Но помочь, знаете, кучу подарков ей привезли, ну, а жить надо дальше. Надо обучать этого ребенка, надо маму лечить. И я снимаю жилье. То есть, помимо жилья, там, если какие-то вопросы есть, то есть также горячее питание. Вопросы со школой решаешь, вопросы другого характера решаешь. Девочка тоже непростая. Она симпатичная, но она непростая. Вот. Потом есть у меня бездомный Виктор. Он-то детдомовский, сидел в тюрьме. Вот. Тоже ему жилье снимаю. Ему инвалидность недавно была сделана. То есть, проблемный, очень проблемный человек. То есть, иногда меня трясет, когда мне звонят. Я понимаю, что к нему отношусь как к больному человеку. Потому что мы сами, я сам не здоровый. И вот так вот, он эмоции постоянно вызывает. Вот. Вот. Это 15 тысяч за квартиру, и здесь 15. Поэтому, потом у меня есть детдомовский Юра. Он сейчас только на ноги встает. Только-только у него девушка появилась. Он только-только начал работать, только из колледжа. Но еще ребенок, ему 20 лет всего. И я ему также оплачиваю квартиру. То есть, я плачу три квартиры. И плюс вклад. Но вообще в месяц, по всем, если считать, с горячими обедами, это где-то 250. Вот. Нифига себе. А доход откуда берется? Ну, я сейчас открыл организацию. У меня даже организация называется Курьер Добрых Дел. Центр социальной помощи Курьер Добрых Дел. Это социальные сети. Вот. Где-то я иногда сам лично прошу. Вот. И на свои нужды я прошу. Я почему говорю, что если лично мне надо, да, я для себя прошу сам. То есть, у людей я обращаюсь, в личку, к друзьям, для себя прошу на лекарства, на продукты. Вот. А если когда надо что-то для людей, я для людей также прошу через социальные сети. Уже официально объявляю сборы. Вот ответь тогда, пожалуйста, нам всем на вопрос. Если сегодня хочется человеку кому-то помочь, вот сделать доброе дело. Вот какой бы ты совет дал? Как правильно помогать? Подарок купить, копейку дать, на постоянной основе, добрым словом. Вот. Что ты скажешь? Смотри, какая ситуация. Ну, я считаю, что надо сначала разобраться. Я считал, что надо и лезть на амбразуру, не надо в чем разбираться. Раз Господь послал человека, не надо и лезть в блюгогротическую систему. Отдал, помог и забыл. Это неправильный термин, это моя ошибка, что я так делал. Надо научиться разбираться в ситуации. А когда человек помогает без разбору, получается такая ситуация, что человек сгорает и попадает в такую ситуацию, что попал, допустим, я. Таких, как я, ни один человек, ни два. Я когда, знаете, первый праздник сделал у себя в интернате, еще у меня 18 еще не было. И ингалятор когда купил, у меня для меня это была такая, когда весь интернат об этом говорил, мне для меня это гордость брала. Или когда я делаю боготворительные елки в каком-то там маленьком городочке для детей, с деревень и так далее. Это такое для них счастье, салют для них. Мне даже позвонили с гурминатского корпуса, они же городской области, говорят, Александр Ильич, вы же, пожалуйста, гурминатскую елку не переплевывайте, пожалуйста. На что я им сказал, я даже не собирался. Я просто делаю то, чего я в детстве хотел, чтобы у меня это было. Ну, я свои детские какие-то амбиции, свои детские хотелки вот сейчас. И еще я понял одно, что я в каждом человеке искал что-то родное. И пытался сыпляться. Я думал, что можно дружбу купить, можно любовь купить. Но я так считал. Я считал, что если я кому-то что-то сделаю, меня будут больше любить. Оказалось, на деле, что это не так. А вот на этой трогательной ноте я предлагаю подводить черту этому выпуску. С Александром мы провели достаточное количество времени, и он рассказал много различных историй. Так, например, представьте себе, семья многодетная. У одних 10 детей, но там родители трудятся, работают, ни у кого ничего не просят, тяжело им. Но у них все получается, дети обуты, одеты, умнички. И равнопротивоположная семья, тоже 10 детей. Мамаша родила, говорит, все, героиня она, работать не хочет, папаша работать не хочет. Им все должны, давайте, давайте, нам помогайте. Мы молодцы, а вы нам должны. И общение идет крайне хамское. Но я хочу сделать акцент на Александре. Вот человек 17 лет, помогает людям, вы услышали его жизненную позицию. Но ему, как он говорит, толком-то спасибо никто не сказал. А вот давайте мы поможем Александре. Я хочу сделать акцент, ведь я знаю, что, Саша, ты смотришь этот выпуск. Я хочу сделать акцент и призыв ко всем тем зрителям, которые захотят помочь именно тебе. Чтобы каждая копейка, которая упадет на твою карту, была потрачена тобою на тебя. Возьми отпуск, съезди в санаторий, поправь здоровье, проведи время в удовольствие, сходи в хороший ресторан, поешь ровно то, что ты любишь. Проведи время в удовольствие, чтобы каждая копеечка, которая от людей придет к тебе, была потрачена на тебя. Все контакты на Александра остаются точно так же в описании, его прямой телефон. Если вы в чем-то усомнились, вам нужны доказательства, звоните, пожалуйста, на все ваши вопросы, ответит непосредственно он. Но я считаю, что пришло время помочь и ему. А на этом, как говорится, не добавить, не убавить. Ваше мнение я жду в комментарии и увидимся в следующее воскресенье в 9 утра. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok